Здравствуйте Здравствуйте Лейтенант Лужны Лужны Так стоять нельзя здесь стоять Я могу посидеть Вам нужно убрать сюда автомобиль Вы можете Место на парковке А почему? Так нет места на парковке Вы же видите Что? Ну нет места на парковке Там есть место Ну я только что проехал Там не было места Я здесь там Ну вот там с другой стороны А почему я тут не могу стоять Я не могу понять Ну потому что вы там В тротуаре Здесь люди ходят И светофорные Ну нельзя здесь стоять А на тротуаре нельзя стоять? Нельзя Как Вас зовут? Я Вам говорю Так У Вас значка нету Я не могу Вас идентифицировать К сожалению У Вас тоже Пожалуйста Есть значок В чем проблема? Я нарушил Я нарушил? Ну а Вы считаете что Вы не нарушили Я считаю что нет Если Вы считаете что я нарушил Сейчас мы Вам найдем пункт правила Зачитаем Так а зачем пункт правила? Давайте сделаем проще Я Вам дам документы Вы составите на меня постановление Я его пойду оспаривать Вот и все Зачем меня учить правилам дорожного движения? Я правила дорожного движения сдавал У меня как бы есть права Я нормально сдал То есть Вы считаете на тротуаре под светофором То есть Можно припарковаться Да? Во-первых я стою дальше светофора Это раз Во-вторых я стою на тротуаре Это не запрещает правила дорожного движения Вот есть выезд Выезд Управление Я выезд не прикрываю абсолютно Автомобилем сейчас прикрыли и выезд Ну Автомобиль выезжает Давайте так Мы не будем спорить Если я нарушил Вы постановление составляете и все И никаких проблем нет Я же не спорю Я же не говорю Все равно Вам автомобиль нужно убрать Ребята Давайте сделаем так Я приехал И сюда я уезжать не буду Сейчас мы сделаем проще Смотрите Что Вы просто не думали что Ну я этот Я тогда выпью пиво Хорошо И все Я точно никуда не поеду Правильно? А Вы пили до этого Пока ехали Пил до этого и сейчас хочу выпить А в чем проблема? То есть Вы Находились за рулем В состоянии алкогольного обвинения? Я не находился Ой Потому что Вы же меня не остановили Правильно? Мы видели как Вы заезжали Ну тогда давайте составим документы Я им в чем спорю Я что отрицаю Или я в чем проблема Я делаю какие то проблемы Я Вам готов предоставить документы У Вас же наверняка есть постановление? Конечно есть Сейчас нужно будет просто и взять Давайте Я подожду Я же никуда не уезжаю Конечно Ну что Несите Я вам все покажу И все Хорошо Ты остаешься тут Или давай я позвоню А что Вы без камеры не можете оформить водителя? Нет Нам просто нужно Чтобы кто то тут остался А кто то пошел за документами Слушайте Вы Вы такие дружные Может быть Вы как то может кто то из Вас? Вы же профессионал Вы же полиция Один человек не должен ходить У нас такие правила Это по инструкции Поэтому сейчас Чтобы здесь находилось два человека Один Я не могу понять Это что аутисты должны держаться вместе? Вы что не можете оформить человека Которого нарушил? У нас есть инструкция Которую мы поддерживаем Почему здесь Постановление у Вас есть? Есть Да Просто мы вышли без них Мы находимся здесь На КП Ладно Несите постановление Давайте оформляться Хорошо Конечно Может я пойду тогда По делам заниматься? Вы доставьте документы Да И что дальше? Ну что дальше? Нет Так я говорю пока пойду в МРЭО заниматься Я Вас сейчас проверю по базе Вы можете грошу купили Вы что? Вы сейчас не Что Ник? Отвлекитесь секундочку Что я сейчас не Документы Я Вас не отпущу никуда Вы меня задерживаете Я Вас не задерживаю То есть я могу идти Ну документы я предоставлю То есть Ну вот документы Я Вам предоставляю Не могу идти Я правильно понимаю? Нет Вы меня задерживаете Сейчас подъедет экипаж Это меня ждать экипаж? Да То есть Вы меня задерживаете Как я Вас задерживаю? Ну вот так физически Я сейчас пойду, а вы так хвать меня и всё. Я правильно понимаю? Нет, и вы не можете идти. То есть вы меня задерживаете? Не, почему вы? Как Wellness пожалуйста. Слушайте, пожалуйста, проставьте меня, или я могу идти? Подождите, вы непросто. Это у тебя просьба или приказ? Вы мне приказываете или просят? Соберитесь. Это просьба или приказ? Я вам не приказываю ничего. значит вы меня просите остаться я могу ее отклонить и пойти по своим делам правильно понимаю? ну вы меня попросили это честно в частный случай смогу идти заниматься своими делами чисто теоретически да а практически? вы сейчас на практике вы меня задержите схватите за руки, заломаете правильно понимаю? ну я пойду по своим делам и все вы меня будете держать Сейчас подъедет экипаж, который с вами будет разговаривать, который выпишет вам постановление... Смотрите, зачем мне это сейчас? Мне зачем это сейчас? Ну, зачем вы право от оружия движения... Если вы считаете, что я нарушил, составьте! Я сейчас приедет... Кто сейчас? Нет такого сейчас экипажа? Я как охранник сейчас. Скажите, вы как в сельпо охранник вот этот наказчик? Да, сейчас я как охранник вот этот... В сельпо. Тогда я могу вас... Я тогда вас нахер пошлю и пойду, раз вы охранник. Я сейчас занимаюсь охраной здания. Я понял. Короче, охранник, пиво не допей моё, ладно только? Отведи. Слушай, ну ты тормоз, слушай. Я говорю, если ты охранник отбаливай, если ты полицейский оформляй... Сейчас полицейский. Ну так пусть приедет полицейский и всё, позовешь меня, позвонишь мне там, я не знаю. Ну пойдем со мной пока. Мы документы дать им ей... Что я тебе буду давать? Ты охранник, ты сам мне сказал. В целом с том, что я охранник, что тебе будут документы? Если ты полицейский, значит ты должен действовать согласно закону. Если ты охранник, значит, ну... Что я тебе должен давать? Вы предоставили. Что я? Я тебе показал документы. Ты тормозил, стоял. Ну я же не виноват, что ты так тормозишь. Ну согласись. Странный ты какой-то чувак. Если ты полицейский, если ты считаешь, что я нарушил, оформляй. Если ты охранник, ну иди тогда пакеты проверяй на выходе. Я причем. Мне туда. Пойдем. 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 Пойдем со мной там походишь. Смешной какой-то. Ей бог. Что ты постановление не берешь с собой? Поставляй, ничего не носишь? Умеешь постановление вообще? Нам не туда надо. Пойдем. В очереди будешь со мной стоять? В сервисный центр? В следующем году. Сейчас я кладу походу. Водичь. Сейчас я пишу, я не могу, я не могу. Все постановление. Давай так догадуемся. Сначала по моим дивам, потом по твоим. Хорошо? Нет. Ну что нет? Ну потому что нет. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Подходи, ну в очереди поставим вместе. Я тут! Не видите, ну что, составляем? Сейчас подъедет экипаж. Я уже все свои дела сделал в сервисном центре, а все экипаж не подъехал. Хорошо, но мы просто вызвали экипажа, потому что нам сказали, что мы занимались другой работой. Вызвали экипаж. Вызвали экипаж сейчас. И что он? Так что, я поехал, мне что ждать? Как вы поехали? Ну так, я завел машину. Полгольный напиток, вы хотите сейчас поехать? Так оно все равно не покажет? Ну покажет, не покажет. Я вам не дам, сейчас сделайте. Так что они поедете? Можно вашу документу? Можно, только что я... Ну вот я подошла, предъявите, пожалуйста. Вы пришли, поэтому надо предъявлять? Ну конечно, мы подошли, вы же просили, чтобы мы сходили с документами. У нас есть дежурная часть, она дала указание, чтобы мы вызвали сюда на место экипаж. Вот экипаж один, вон второй поехал. Мне какой-то особенный надо дождать? Что? Мне какой-то особенный надо дождать экипаж? Вот экипаж один, вон второй поехал. Смотрите, у каждого экипажа есть свои задачи. Слушайте, у меня есть свои задачи, я могу поехать? Пока нет, потому что у нас есть к вам вопросы, и сейчас мы ждем экипаж, который будет этими вопросами... То есть вы меня задерживаете, я правильно понимаю? Ну мы просим пока что вас предъявить документы. Это... Не, я понял. Так я предъявлял вам уже, вы же видели. Нет, мы не предъявляли. Я предъявлял документы? А ну-ка. Мне вы предъявляли, вы показывали. Документы я предъявил. Но вы мне не показывали, чтобы я ему не мог прочитать, что там написано. Сейчас у меня едет экипаж, который должен будет что-то оформить. И ему нужно будет предъявить эти документы. Так а зачем мне тогда вам предъявлять, если я ему должен буду предъявлять? Хорошо, тогда ждем экипаж. Это ваша просьба, чтобы я подождал? Или вы меня задерживаете? Я хочу понять. Значит, мы ждем экипаж. Вы можете ждать сколько хотите, это ваша работа. Вы меня конкретно задерживаете или нет? Меня. Я задержан или вы просите меня остаться? Мы просим, не то, что просим вас остаться. Сейчас будет составлен материал. Это я слышал уже. Сейчас будет составлен материал. Как мы уже с вами поговорили? Как зовут вас? Инспектор Волковская. Волковская, смотрите. Сейчас я сходил в сервисный центр, сделал все свои дела, вернулся, а экипажа еще нет. Я с радостью бы подождал, но у меня есть свои дела. Поэтому вы тут ждите экипажа. Нет, вы уже не так не можете. Почему? Ну, потому что у нас есть основания составить постановление. Составляйте. Ну, правильно. Мы этого сделать не можем, так как у нас другие задачи. Мы вызвали экипаж, который сейчас должен будет подъехать. Почему я должен ждать? Для того, чтобы составить постановление. Да, но нет такого, в законе нет такого, я должен ждать их. Мне ни триста лет не надо. У вас что-то не устраивает? Вы составляйте. Если их что-то не устраивает, пусть они составляют. Где они? Их нету. Я при чем? Я виноват? Хорошо, тогда... Тогда, если вы отказываетесь предъявлять документы... Слушайте, я вот сказал молодой человек, я предъявил документы. Вы показали, что они у вас есть, они предъявили, чтобы я их прочитал. Скажите, я хочу вашу логику понять. Что значит, я показал, что они у меня есть, но я их не предъявил? Где вообще связь в этих двух словах? Слушайте, как это... Нельзя быть немножко беременным? Либо показал, либо не показал. Так я показал, а не показал? Вы будете составлять, я извиняюсь, постановление. Вы будете составлять? Сейчас. Ребят, скажите мне, вы можете... Смотрите, вы припарковали машину... Это я слышал. Кто будет составлять? Мы вам объяснили, что будет составлять экипаж, который мы сейчас сейчас ожидаем. Это он приехал? Это он приехал? Мы еще не знаем. Мы сейчас уточняем. Давайте. Здесь приезжают экипажи, которые патрулируют на этом районе. Полковский, скажите... Я пока разговариваю с вами. Я не могу сейчас говорить одновременно. Можно я дверь закрываю? У меня рула болит от вас. Нет, мы пока не можем дать вам закрыть дверь. Потому что вы можете сесть и уехать. Так я уже сижу. Вы можете уехать за дверь и уехать. Я дверь хочу закрыть. Я хочу, мне уютнее будет закрыть дверь. Это моя машина. Вы уже... Встаньте за машиной. Я никуда не уеду. У вас уже зафиксировано нарушение правил дорожного движения. Какое? Вы припарковали машину с нарушением. Хорошо. Дверь я могу закрыть. Ближе 15 метров. Я понял. Дверь я могу закрыть или нет? С прилегающих территорий. Понял. Я согласен. Дверь закрыть могу или нет? Вы сейчас закроете дверь и уедете. Мы не можем это допустить. Полковский, это моя машина. Тем более видим, что вы при нас выпили биво. И что? Так я никуда не еду. Сейчас вот принимаются решения, кто будет оправлять. Мы просто должны быть оправлять. Болковская, ну а что там этот... Шахматный клуб Белая ладья. Какое решение принимаете? Любое пусть оставят. Смотри сколько там полиции скопилось. Да. Вот сейчас полиция решит и подойдет. Болковская, вы что? Смотрите сколько полиции стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Семь. Семь. Это что консилиум врачебный? Кто будет... У каждого свои задачи. У каждого свои задачи. У каждого свои задачи. Вот там собрались патрульные, у которых тоже каждый занимается своей задачей. Волковская, я почему должен ждать? Вы меня задерживаете или нет? Я хочу с точки зрения закона понять. Вы меня задерживаете. Протокол задержания. Мы вас не задерживаем. Все, я могу туда ехать. Мы ожидаем. Вы ожидайте, я при чем здесь. Нет, мы сейчас будем составлять постановление. Документы составьте о моем задержании. Я ехать не могу. Хорошо, мы сейчас составим документы. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами Артем Владимирович, сержант полиции. Артем, составьте постановление на меня, я поеду. Ну невозможно с ней общаться. Ну это дуб дерево, реально. Александр, что у вас случилось? У меня ничего. Смотрите, я приехал, сейчас объясню. Смотрите. Я приехал в МРЭ. Поставил тут машину. Мне не понравилось что-то, что я тут... Вы же собираетесь. Слушайте, Волковская, пусть она уже составит. Уже хоть кто-нибудь пусть составит. Александр, давайте со мной пообщаемся. Да, приехали в МРЭ. Артем, у вас приехал в МРЭ. Вот подошли молодые люди. Этот человек прислался мне охранником. Вот это конкретно. Сказал, что я нарушаю. Я ему пояснил, что я не нарушаю. Так как есть 2 метра для прохода людей. И пошел заниматься своими делами. Он пошел со мной. Постоял, подождал. Мы, я сделал все свои дела. Вернулся, хочу уехать. Волковская не дают, ни дверь не закрыть, ни поехать. И поставление не хочет составлять. Говорит, кто-то должен приехать и кто-то должен составить. Здесь стоит куча полиции и никто не может. Я согласен. Я уже давал документы вашему охраннику. Говорю, составляй. Ну, есть проблема, составляй. Я же не отказываюсь. Все морозятся. Вот. А ехать я не могу. Она говорит, пиво выпили. Я говорю, я только начал пиво, драгер все равно не покажет. Поэтому я готов продуться и поехать. Можно Александров? Конечно. Я не заберу. Нет, нет, я даю. Держите. Страховка тоже у меня есть. Шинно. Представьте, пожалуйста. Сразу показать? Так при составлении постановления. Вы как будете составлять, я вам сразу дам. Александр. Сейчас, одну минутку. Я проверю ваши знаки. Нет, нет, нет. Я проверю ваши знаки. Так у меня переднего села нету. Там нет знака все равно переднего. Задний есть. Ну так что вы не приехали домой нормально, не сели дома, не выпили пиво. Ну, нельзя же за рулем, что употреблять. Акогольные и слабоакогольные напитки при управлении. Как вас зовут? Павел меня зовут. Паша, я еще никуда не еду. Все равно. Ну вы же рассчитываете ехать. Паша, я вам честно скажу. Так как вы, та скорость, с которой вы составляете постановление, я тут и выпью, и закушу, и поем, и высплюсь. Потому что времени у меня предостаточно. Это очень долго все происходит. Поэтому я могу себе... Ну вы же не едете, правильно? А распивать спиртные напитки нельзя. Да. Машины свои собственные. Вот дверь сейчас приоткрыта, правильно. Люди ходят, смотрят. И что? Я не в общественном месте, я в своем автомобиле. Да, нельзя, нельзя. Оформляйте за это. Если вы считаете, что я сейчас выпиваю, в общественном месте оформляйте. Ну не стоит. Это мой автомобиль. Я хочу здесь пить, хочу здесь курить. Я могу курить. Закрыться. Закрыться. Так она мне не дает дверь закрыть. Я сейчас стою вообще-то здесь, да? Нет. Так она мне не давала. Давайте я вот так сделаю. Да, у меня. Давайте я закрою. Пожалуйста, открывайте. Открою вам окошко. Всё, и буду пить. Я так и пью. Всё. Дверь была просто приоткрыта. Понятно. Если дверь приоткрыта, и это уже общественное место, и пить нельзя, то оформляйте. Ну вообще, знаете, моральная точка зрения, всё-таки, даже если вы в своем автомобиле, у вас автомобиль просматривается, правильно? Не затонированная машина. Дети ходят. Как вас зовут? Я Павел. Паш, не несите бред. Почему не несите бред? Я вообще не сижу. У меня есть дети. Как вы, как вы считаете, правильно, если взрослый человек показывает пример тем, что он пьет спиртные напитки или слабо алкогольные напитки? Паша, дайте сказать, Паш. Паш, я отвечу. Ну это нормально или нет? Я отвечу, Паш. Давайте. Это вопрос морали, не закона. Вы отвечаете за закон. За мораль отвечают мои родители. На этом закончим. Хорошо? Если я нарушил закон, оформляйте. Паша, всё. Паша, всё. Это вопрос морали, он не ваш. Если вы хотите знать морали, в нравственную полицию, то, пожалуйста, переходите и ловите проституток, алкашей. Вы ехать не собираетесь сейчас? Я жду пока Волкто там, Волковская. Кто мне будет оформлять? Оформляет то, что вы пьяный, да? В чём здесь пьяный? Первая причина, почему меня не отпускает Волковская, потому что я якобы стою с нарушением. Я ей пояснил, что это не нарушение, она не согласилась. Поэтому давайте по этому факту составим постановление, и дальше уже, если вы настаиваете, будем двигаться дальше. Потому что я не понимаю. Я тоже не считаю, что… Так я не сразу сказал, что я не нарушаю. Я не нарушаю здесь. И охранники, они представились охранниками. Охранниками не знаю… Это охранники, это сотрудники полиции. Они просто на данный момент находятся на КП. Они несут свою очергу вальнюю. Паш, я понял. Он представился охранником. Он сказал, что я охранник. Может, потому что это неправильно. Ну, я не утверждаю. Хорошо, давай я… Александр, у вас есть какие-то вопросы? У меня нет никаких. Я хотел ехать. Всё, Александр, с левой пути. Да, я могу ехать. Всё, спасибо большое. Ну, это тяжко, на морщение. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!